Так, вот такая баночка от Аквамарина, келька черноморская, неразделанная, обжарена в томатном соусе. Куплена в магазине Светофор, взяла ее впервые. Так, что это у нас за Аквамарин? Вот такая картинка была, помните? И что пишут? Вот, ой, консервы рыбные в томатном соусе, келька черноморская, неразделанная, обжаренная в томатном соусе, 240 грамм, постерилизованная, состав рыба, неразделанная, томатный соус, вода, питьевая с водой. А, это томатная паста, сахар, масло подсолнечное указано, а не просто растительное, рафинированное. Мука пшеничная, лук, репчатый соль, поваренный, регулятор кислотности, уксусная кислота, перец душистый, перец черный, кориандр, гвоздика, лавровый лист. Произведено из мороженого сырья кельки черноморской, срок у нас 24 месяца. Так, два года, а здесь у нас, да, там, свежий, 19-й год, июнь месяц. Кстати, делает ее, так, Российская Федерация, город Севастополь. Так, ну и давайте попробуем. Я ни разу, по-моему, не брала со Севастополя консервы, поэтому с удовольствием, прям интересно попробовать. Так, открыли баночку. Кстати, цена в светофоре я не помню какая, так как я покупала до Нового года эту консерву. И где-то в видео я указывала цену. Если знаете цену, подскажите, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы люди ориентировались. По-моему, до 30 рублей она стоила. Так, значит, посмотрите, она достаточно не жидкая. Выглядит вот так. Ну, непонятно как, если честно. Ну, кстати, по аромату очень приятно пахнет келькой в томате. И давайте вывалим традиционно. Посмотрим, целые ли тут рыбки. Тут чего-то мне с сомнением гложет. Так, этот продукт выглядит вот так. Так, нашу моську Деда Мороза закрыли. Так, и давайте разберем продукт. Келька очень мелкая в этой баночке. Вот она какая, хвостик. Она баночка набитая, не полупустая. Но единственное, что она немножко похожа, видите, на кашу. Вот, она вся разварена. Нету идеальных, ценных рыбок. Но по вкусу я попробовала эту кашицу. Видите, она такая вот приятная. Вот, смотрите, я тут голову нашла отдельно с позвоночником. Вот, вот так это всё выглядит. Поэтому смотрите сами. По аромату она приятная. Я так чувствую, что она не горчит, не кислит. Выглядит эта масса вот так. Я, конечно, что-то от Севастополя поинтереснее ожидала. Более рыбку поцелее. Но мы видим то, что видим. Решайте сами, покупать вам или нет. По вкусу она приятная. Специи вполне не по соли всего достаточно. Металлического привкуса нет. По запаху хороша. По внешнему виду минус. Вот так. И только за внешнего вида, не по вкусовым качествам, я бы поставила троечку из пяти баллов. Ну, это моё личное мнение. Всё. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.